Здравствуйте, друзья! Здесь Дмитрий Юрий. Сейчас я хочу рассказать историю о том, как я начал работать в сетевой компании, что из этого вышло и во что все это вылилось. Самый неожиданный, кстати, результат, между прочим. Вот. Итак, история началась давно, мне было 45 лет, и к этому моменту, казалось, исполнены все были мои мечты. То есть у меня семья, двое детишек, значит, у меня машина, у жены машина, и я вот-вот, значит, уже достроил практически, скоро въезжаем в трехэтажный дом. То есть вообще все шикарно, все, жизнь удалась. И вот как раз в этот момент у меня, значит, там случается внезапный сердечный приступ. И, ну, я лежу буквально при смерти, в любой момент могу умереть. И в этот момент всегда человек подводит итоги жизни, чего-то добился, Юра. И я вот думаю, и вдруг я понимаю, что, в общем-то, сказать, если я сейчас вот вдруг умру, то, в общем, я не туда шел, на самом деле. То есть я вроде стремился, чтобы все хорошо. Вот. А на самом деле получается, что с этого момента, как только я уйду, вся моя семья оказывается в полной нищете, потому что все, так сказать, я перестал работать, я больше не могу работать. И все. И я долго-долго думал, у меня три месяца это состояние было, сильно кружилась голова, значит, там. Вот. И я долго думал об этом, обо всем, и я понял, что я не создавал пассивный доход. И тогда я вспомнил, что давным-давно, в 90-е годы, ко мне подходила тетенька одна и предлагала мне открыть социально-накопительную программу в американской компании AIG Life. И эта накопительная программа должна была обеспечить мне, в общем-то, так сказать, пенсию, на будущую пенсию. Вот. И я про нее вспомнил, думаю, где же она. Ну, в общем, было понятно, что надо было накапливать денежки, что я начал делать. И я думаю, ну, а возможность, она когда-нибудь появится, потому что кто-нибудь ко мне подойдет обязательно. И, ну, я начал откладывать, я начал, как бы, этот процесс. Вот. Никто не подходил достаточно долго. А потом внезапно все произошло так, как я рассказывал вот в предыдущем видео. Один знакомый, с которым мы, в общем-то, так сказать, там, мало общались, внезапно, значит, ну, мы встретились просто случайно совершенно, и он сказал, что у него есть ко мне очень интересное предложение, которое мне наверняка понравится. Говорит, давай встретимся. Ну, я всегда открыт к таким предложениям, мне было очень интересно, о чем же он расскажет. И мы встретились у меня дома, и он начинает мне что-то втирать. Это был Валерий Клайдович. Он начинает мне что-то втирать про то, что вот там линию жизни рисует, а ты когда-нибудь думал, на что ты будешь жить в будущем. И вот тут до меня доходит, что это как раз вот то самое, чего я ждал, случилось. Я говорю, да, все, так сказать, давай ближе к телу, давай мне рассказывай о том, что ты предлагаешь, какая компания. То есть все это я уже знаю, слышал, а какая компания? Он говорит, гравы. Я так, подожди, подожди, запишу на бумажечке. Он пишет там, гравы, хорошо, грацер в вексель-зайтике. И он, а что за компания такая, я не слышал. Он говорит, австрийская. Я такой, бамс. Мне раньше предлагали американскую, а тут почему-то австрийскую. С какой радостью австрийская, что так неожиданно. Он говорит, ничего подобного, ничего неожиданного. Говорит, ты знаешь, что Швейцария в Европе страна самых надежных банков? Я говорю, да. Так вот, Австрия страна самых надежных страховых компаний. Я такой, ну, похоже. Потому что, говорит, Австрия никогда ни в каких конфликтах не участвовала. Председатель движения неприсоединения было такое. Вот, то есть, такая самая-самая спокойная страна в Европе, одна из самых спокойных. Ну, похоже на правду, думаю. Хорошо. Вот, дальше он говорит. И в Австрии есть самая старая вообще буквально в мире страховая компания, которая основана Эрцгерцогом, там, Йоганном, в 1800, там, хрен знает каком году. Да ты что, говорю я. Правда? Да, и вот эта компания в лице Валерия Клайдовича пришла ко мне. Вообще потрясающе. Вот, ну, я говорю, да ты что. Вот, ну, ладно, так сказать, там. Я записываю, значит, в каком году, так в таком-то году. Ага, где она, значит, там основана? Вот, хорошо. И вот, значит, там она специально для того, чтобы, для того, чтобы оказывать вот эти услуги, которых нет в России, потому что это вот уникальнейшая вещь. Только они разработали уникальное. Помните, да? Вот. Такую вот, значит, систему. Дочерняя компания Мидлайф была специально создана для того, чтобы оказывать эти услуги для России. И так, хорошо. Ну, а вы-то Валерий Клайдович здесь при чем? Он говорит, а я сотрудник швейцарской компании SafeInvest. Крупнейший международный маклер по предоставлению этих услуг. Я такой, да ты что. Вот. Ну, и, короче говоря, значит, я у него выясняю всю-всю информацию самым подробнейшим образом, смотрю внимательно ему в глаза. Кто знает, тот поймет. Вот. Глаза не бегают, значит, вроде нормально все говорит. Вот. Потом он говорит, ну что, у тебя еще остались какие-то вопросы? Я говорю, да нет, я подумаю. Вот. Нет, говорит он, давай, если есть вопросы, я тебе объясню, где что. Я говорю, нет, нет, я сам найду информацию. Нет, говорит он, давай я тебе покажу, значит, где искать. Короче говоря, я его выпроваживаю, говорю, иди, Валера, уже. Вот. И начинаю искать информацию. То есть, мне надо все проверить, то, что он говорит. То есть, точно совершенно я знаю, что мне это надо, я точно знаю, что вот, блин, я этого искал, но кто его знает? Я его выпроводил и начинаю искать вот все прямо по пунктикам, то, что он говорил, пытаюсь найти подтверждение. И вы знаете, что удивительно? Вот. Абсолютно все, вот абсолютно все, что он говорил, подтверждается фактами независимыми. И вот абсолютно все, и Эрцгерцог там был, и, значит, самая старая компания, чуть ли не в мире там. И, значит, там Австрия, и компания существует, и действительно там все-все-все подтверждается. И, ну, через какое-то время он мне звонит, я говорю, да, да, ладно, все хорошо. Я у него спросил все, значит, расчеты, все таблицы, говорю, да, я посмотрю, что он мне предложил, смотрите, что он мне нарисовал. Он говорит, слушай, вот ты вкладываешь в год по 5 тысяч долларов или евро, в год один раз по 5 тысяч долларов или евро в течение 15 лет. И, значит, за 15 лет сколько накапливается? Вот, эта сумма позволяет тебе, значит, там вот по таблице посмотри, значит, там получать какую-то пенсию в размере там 500 долларов или евро в месяц. Вот, ну, через 15 лет, то есть пожизненная рента там получается, ну, вроде все хорошо. Но, значит, если ты не смог, там произошел несчастный случай, то, например, значит, на третий год, то, значит, 3 года вкладывал по 5 тысяч, вот он так нарисовал 5 плюс 5 плюс 5, понятно, 15, да? И, значит, с тобой несчастный случай. Что получает твоя семья, значит, твои, о которой, в общем, сказать, я как раз самые мои близкие люди, о которых я хочу позаботиться, у меня чувство вины перед ними. Они, говорит, получат вот эти 15 тысяч, которые ты накопил, плюс какие-то проценты там или бонусы, они очень-очень небольшие, там практически ничего, но при этом плюс то, что ты, да, еще плюс 3 тысячи сверху долларов или евро, это как бы за несчастный случай, как говорят ритуальные услуги, и плюс то, что ты накопил бы за все время. Я такой, ну, нифига себе, ну, то есть это страховка, потому что это страховая компания. Вот такие условия. Ну, в общем, сказать, он меня нарисовал, я, значит, взял все таблицы, говорю, 5 тысяч я не буду платить, вот, я посчитал, долго считал, и я решил открыть такую программу, 2 тысячи долларов, там, 2 тысячи евро я открыл в год платить, чтобы накопить 30 тысяч. Что произошло дальше? А дальше произошло следующее, значит, моя жена такая, ну, то есть, а, не устраивала истерик никаких, что там, типа, а, деньги из семьи, а ты хочешь у меня, значит, там, эти деньги неделимые, в случае развода они там не делятся между супругами, вот, ничего такого она не устраивала, она говорит, слушай, а я хочу себе такую же программу. Я такой, оба-на, так, совершенно неожиданный поворот, вот, я такой, ну, ладно, говорю, ну, давай, говорю, сделаем это через полгода. Да, да, хорошо, вот, и, значит, ну, там, через какое-то время Валера приезжает, вручает мне полис, там все нормально, без каких проблем, вот, я говорю, ну, теперь для жены хотим сделать программу, и тут он, значит, начинает мне продавать бизнес, вот. Он говорит, слушай, блин, надо съездить на семинар, и ты, как сотрудник уже, ну, как бы, получишь за это премию, очень даже немаленькую, ну, то есть, комиссионную, вот, в размере там, что-то 250 долларов, ну, евро в смысле, вот. Я такой, ну, премия, и вот это вот, она же мне душу греет, я же желоб такой. А если ты, говорит, ну, дальше ты получишь возможность кому-то предлагать другому, и, значит, там, еще там троим-четырем предложил, и все, у тебя вот они, значит, денежки, и ты можешь даже зарабатывать достаточно много. Он рисует мне вот всю эту схему сетевого маркетинга, которую я нарисовал, там, действительно, нужно много заработать, я очень не хотел туда ехать. Я долго-долго вот уламывал, он меня долго-долго уламывал, в Турцию надо было ехать, стоит это немало, там, 800 долларов это стоило, то есть, в принципе, как бы, ну, говорит, вот это вот такое условие. И после долгих уламываний я, в конце концов, соглашаюсь, летим в Турцию, прилетаем туда, там нас встречают, все шикарно, значит, едем в шикарнейший Папилон Аиша отель, там, очень шикарный отель, без дураков, прям вообще, кто был тут знает. Да, он говорит, там, галстук должен быть, там, все дела, короче, начинается семинар, выходит женщина и начинает рассказывать, что это директор шестого уровня, между прочим, то есть, вы помните, многоуровневый маркетинг, директор шестого уровня, у нее доходы как раз вот в районе, там, ну, миллион точно есть, там, два в месяц. Вот, вся такая супер-пупер одета, начинает говорить, я прям вообще с открытым ртом слушаю, блин, я никогда так не смогу. Вот, потом выходит Елена Лымарь, вообще просто супер, выглядит как модель, рассказывает историю компании так, что вообще просто вот еще лучше, еще интереснее, я думал, что вот то, что Нина рассказывала, думал, все, это идеал ораторского мастерства. Нет, Елена Круче, вот, прямо просто я в нее влюбился буквально, вот, дальше выходит такой дедушка, внешне похож на Уоррена Баффета, в таком кургузом пиржачке, значит, там такой, говорят, это господин Шутсенхофер, президент компании C-Safe Invest, швейцарский гражданин. Естественно, по-русски он ничего не говорит, значит, там, грунтаг, майнер дамонт хэнд, вот, и там переводчица переводит все, я вообще, значит, бальзам на душу. Он, оратор никакой, так сказать, там, бубнит что-то себе, дедушка такой, ну, чего ему быть оратором, вот. Вот, потом был еще руководитель компании Midlife, с которой непосредственно заключается договор, то есть, смотрите, вот, вот он C-Safe Invest, значит, там, президент, вот он, Midlife, и еще был представитель компании Grave, тоже, все на немецком языке говорили, то есть, они, то есть, все, без дураков, значит, здесь все, чисто, все. И что произошло во время семинара? С каждым выступлением у меня такой, ух, волна поднимается, 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 поднимается энтузиазма, и потом был гала-ужин такой, и все женщины в вечерних платьях, там, значит, там танец живота какой-то, значит, перед нами выступают, там шампанское, ананасы, ну, все по высшему классу, короче говоря. Короче, да, и там еще было и обучение, значит, там они рассказывали, что надо там список составить, прямо сейчас давайте. Короче говоря, у меня энтузиазм настолько был большой, что я прямо с самолета начал буквально начинать обзыванивать своих друзей и назначать встречи, потому что, потому что буквально все окружающие жили так, как всегда, то есть, заработал деньги и стратил, заработал и стратил, заработал и стратил. И я думаю, ну, как бы четверых-пятерых-то я точно, как бы приведу сюда, значит, я и денежки заработаю, и вообще все будет, вот, все по схеме. Что случилось дальше? Дальше я начинаю обзванивать, я назначаю встречи, я рассказываю все, и люди говорят, да ну ты что? Там минимальная сумма, которую можно откладывать в год, это 1000 долларов, они говорят, да откуда у нас такие деньги, у нас от Радис такого не было. Я говорю, слушай, ну надо, это вот обязательно, я это вот, блин, то есть, ну у меня случай такой конкретный, то есть, я на смертном одре лежал, то есть, на волосок от смерти. Вот, я говорю, не дожидайтесь этого, делайте, делайте. Они, ну да, ну может быть, потом, короче говоря, очень трудно найти людей. И я прихожу, значит, Валерий Кладович спрашивает меня там, ну как у тебя? Я говорю, да вот, как-то вот все откладывают, все что-то не хотят, вот, странно так, вот. Он говорит, наверное, ты что-то не так рассказываешь. Я говорю, ну, наверное, вот, может быть, тебе надо еще поучиться. Короче говоря, он тащит меня еще на один семинар туда. Говорит, ты не все понял. И, короче говоря, в моей истории с компанией было пять таких семинаров, они все очень дорогие, все в шикарных отелях абсолютно там, вот. Ну, да, я сразу после того, как приехал, я открыл программу для жены, тут же перешел на второй уровень, вот, там все нормально, вот. Но, где-то в районе ста встреч я провел, и, значит, ну, открыл программу на жену, открыл программу на свою дочь старшую. Ну, это все, как бы, мои родственники. И единственный человек, которым я открыл программу, это была вот молоденькая девушка Соня. Она просто, ну, как бы, очень балдела от меня, она говорит, такой вообще, вот, человек интересный, ей очень хотелось со мной познакомиться, вот, чтобы я рассказал. И тут вот я с ней назначил встречу, она согласилась, вот, и она стала сотрудницей тоже компании C-Sife Invest, и она точно так же начинает работать, работать, у нее вообще ничего не получается, вот. Вот, и точно так же, как у меня, вот, четко прям повторяет все по моим стопам, только она программу, она же молоденькая девушка, только на себя открыла, там, ну, на маму, может быть, вот. У нее ничего не получается, и в конце концов она приводит одного молодого человека, Валентина, в эту компанию, вот. Вот, Валентин тоже такой приезжает, тоже начинает работать, вот, но Валентин уже, сейчас он уже на четвертом уровне, он опередил и нас, и всех, вот. А что у меня произошло, во что все это вылилось? Смотрите, я составил список, я провожу встречи, и на каждой встрече, каждая встреча длится примерно, там, два часа, на каждой встрече я вот рассказываю о всех деталях, все эти программы, все, значит, зажигаю. И ничего, ну, мы там встречаемся, у нас семинары проходят регулярно, и вдруг мне приходит идея, слушайте, ну, как-то вот все в холостую идет, и, а, мне говорят, надо дожимать, дожимать, дожимать людей. Я говорю, ну, не могу я дожимать, я не могу, то есть, если человек хочет, ну, тут я хотел, я открыл сразу, а если человек не хочет, то что я его буду нажимать? Я говорю, я не буду причинять добро, то есть, я не хочу, это не мое, мне это противно, я говорю, надо искать людей, которым это нужно, потому что такие люди есть, точно, совершенно, я знаю, потому что я же такой. Вот, поэтому я говорю, надо просто больше искать, больше встречаться, больше контактов, и вот эти холодные контакты с абсолютно незнакомыми людьми, они, я говорю, ну, не очень. Вот, и вообще, я говорю, есть же, блин, интернет, я говорю, я говорю, есть YouTube, где можно просто вот эту беседу о продажах взять, записать на видео один раз и дать рекламу, ее тысячу раз просмотрят. То есть, я за, там, три месяца сто встреч провел, а тут я могу дать рекламу, говорю, тысячу раз посмотрят одно и то же видео, я сплю, видео смотрят на мной и так далее, прямо вот, вообще все по классике. Я говорю, надо вот туда идти, и мне такие говорят, Юра, ты не то делаешь, ты не туда ведешь. А я уже, значит, заболел этой, так сказать, болезнью, я ей, значит, говорю, нет-нет, надо, надо, значит, развивать канал, надо объяснять людям, надо давать рекламу и инфобизнес. Я записываюсь на курсы инфобизнеса. Вот, они говорят, ты не то делаешь, вот, мне, короче, ты, ты приносишь буквально вред, ты разваливаешь компанию, вот, и ты должен просто вот встречаться по списку, давить и все. Ну, тут, значит, вот произошел некий перелом, потому что я говорю, я хочу причинять людям, так сказать, ну, я хочу давать людям добро, но только тем, кто хочет этого добра. А если кто-то не хочет, я уверен, что эта программа хорошая, а если кто-то не хочет, то, ну, в общем, что я буду, значит, настаивать и нажимать? Я говорю, я не буду давить, а мне говорят, дави. Вот, и, в общем, на этой основе мы разругались, мы разошлись, я сказал, что я буду, я пойду своим путем. Ну, мне такие, так сказать, это самое, ну, и что ты со своим инфобизнесом добился? Ты что-то добился? Я говорю, нет, ничего пока не добился, потому что я в самом начале, помогите мне, так сказать, развиться, так сказать, хотя бы лайки ставьте мне, смотрите мои видео. Короче, мне сказали, что ты не туда ведешь, и вообще нехрена высовываться, если ты ничего не добился, то и что тебя слушать? Вот. Короче говоря, что из этого вышло? В результате я создал свой YouTube-канал, и я был убежден, что вот это нужно людям, что я несу добро. И я буквально, вот, так сказать, там, с упорством паровоза, значит, снимал эти видео и размещал, что люди, давайте, давайте, давайте. Я им какие-то аргументы приводил. Они говорят, ну, тысячу долларов накопить, это же надо что-то сделать там как-то. Я говорю, начинаю откладывать немедленно, где накапливать? Я говорю, брокерский счет открывай, понимаете? Вот. Они говорят, а я не знаю, как его открыть. Я говорю, я тебя научу брокерский счет открыть, а я не знаю, куда вкладывать. Я говорю, я научу, куда вкладывать. Короче, вы поняли, да? Что, значит, смотрите, вот из этой вот сетевой компании, в которую я, значит, вступил, в принципе, там проблем нет, там все хорошо, но очень уж тяжело зарабатываются деньги. Я просто сказал, что надо использовать в этом деле интернет, ну, вот, так сказать, меня не поддержали, я разругался и я сказал, все, я пойду своим путем. Тогда у меня получится, вы ко мне вернетесь. Вот. И вот результат, вы видите. Прошло с тех пор 6 лет. У меня YouTube-канал, сейчас уже 40 тысяч подписчиков. Естественно, накоплен огромный опыт в этом деле, в инфобизнесе. И сейчас уже ко мне прислушиваются, конечно, потому что, ну, сетевые компании за мной роем ходят и говорят, слушай, ты расскажи про нашу компанию, расскажи про нашу. Ну, да и не только сетевые, значит, многие компании финансовые вокруг меня ходят, давай, ты про нас расскажи, ты давай про нас расскажи. Но я рассказываю только про те компании, в которых я более-менее уверен, или, ну, если я не уверен, то я говорю, что вот здесь такие риски. Вот, и я буду продолжать это делать, потому что только так я не хочу подводить никого, я хочу только вот то, что я сам попробовал рассказывать. Поэтому я вот, ну, продолжаю это делать. И посмотрите, что получилось в результате. То есть я, как бы, начал работать с сетевой компанией, с компанией сетевого маркетинга. Во что это вылилось? Это вылилось в YouTube-канал по финансовой грамотности. Это вылилось в YouTube-канал, как сделать так, чтобы деньги были всегда, о создании источников пассивного дохода, о биржевой торговле, об акциях, о фондовом рынке. И не только об этом, а как раз вот, в общем, как создать как раз вот пассивный доход. Да, и что дала мне эта компания сетевая? Очень-очень много. Были тренинги. Они заставили меня переступить через себя, значит, во многих смыслах, значит, там, выйти из зоны комфорта, начать встречаться с людьми, начать вот этот новый бизнес, новые люди. То есть, вот просто в моей жизни появилось огромное количество новых людей, успешных, недепрессивных. Это очень-очень здорово. Поэтому я и говорю, что, в принципе, сетевой маркетинг – это очень-очень здорово, это нужно, это полезно, этим надо заниматься, потому что, ну, есть вот такие, какие-то вот вещи, которые связаны просто с этим рядом. И они тоже очень полезны, и, на самом деле, наверное, польза вот от этих вот второстепенных вещей, она даже больше, чем от самого сетевого маркетинга. Но по поводу того, что можно заработать или нельзя, да, я видел таких людей, которые в течение, там, трех месяцев начинают зарабатывать большие деньги. Для этого не нужно быть большим, значит, умником, а может быть и нужно, то есть некоторые умники, ну, в основном нет, в основном по образованию не очень, там, крановщики какие-то, уборщицы, медсестры, получали совершенно бешеные деньги. Да, был парень из Иркутской области, из глубинки, но он необычный, он учился инфобизнесу. Он, конечно, зарабатывает намного больше. Ну, вот, в общем, такая моя история, которая связана с моей, наверное, первой и главной сетевой компанией, компанией сетевого маркетинга. Еще раз говорю, что это стоит того, наверное, да, я не заработал больших денег там, но я приобрел огромный опыт, и я благодарен этой компании, потому что без нее не было бы этого YouTube-канала, без нее не было бы вот этого фондового рынка, наверное, и так далее, и так далее. И без нее, ну, наверное, не было бы, ну, нет, все-таки сберегать я начал независимо от нее. То есть, в принципе, очень хорошая компания. Ну, вот такая история. Спасибо вам за внимание. С вами был Демятков Юрий. С вами был Демятков Юрий.